Здравствуйте! Я в прямом эфире на своём же канале, канале Натальи Разумовской. И сегодня мы с вами будем говорить, как всегда, о деньгах. Хватит уже делать предсказания, мы говорим о деньгах. Как сделать так, чтобы никто не отбрал наши денежки, которые вы собираете, собираете, а потом пишете «Ой, одолжила сестре», «Ой, одолжила подруге, не могу вернуть, помогите вернуть». «Ой, пришёл сын, рассказал страсти такие у Господни, и я взяла ему последние деньги, которые собирала. А вдруг, а вдруг что случись, чтобы у меня эти деньги были, отдала ему все до копеечки. А оказывается, ему нужно было на машину, и машину он взял старую, и старая машина быстро поломалась. И в общем, ни денег маме, ни машины, нигде ничего». Поэтому, девочки, храните деньги в сберегательной кассе. Помните, нас так учили? Но я не буду говорить о том, что нужно в сберегательной кассе хранить. Вы храните так, дальше положите, и забудьте, что они у вас есть. Пришли к вам одалживать деньги. Вы же понимаете, что есть люди специальные, которые сами себя выучили так делать. И у меня не один такой был, который одному одно расскажет, другому другое расскажет, третьему третье расскажет. И в результате наодалживался столько, что вы себе даже представить не можете. А человек просто красиво жил. Он даже себе ничего такого не купил на эти деньги. Ни машины, ни квартиры. Он просто кучеряво жил, отдыхал, радовался жизни. А людей очень многих, и пенсионеров в том числе, оставил без копейки денег. Вот такие нынче люди. Этих людей называли раньше лихой человек. Вот чтобы вас эти люди лихие обходили десятой дорогой, вам обязательно нужно знать заговор. Потому что, ну, доверчивые. И мы вот в таком весёлом уже возрасте, мы привыкли, что людям можно доверять. Просят, значит, нужно на дело. И отдадут обязательно. Когда тебе заглядывает глава и говорит, ну, конечно же, отдам. Да вообще, как же ты можешь обо мне так думать? Я же, конечно, отдам всё до копеечки. И в результате ты, получается, остаёшься ни с чем. И знаете, что самое обидное? Признавать, что ты вот как повёлся, ну, как неграмотный человек, глупый человек. Ты сам себя коришь, что неужели ты такая дура? Прости, Господи, так нельзя говорить. Ну, я думаю, вы себя точно так называли, когда вы узнали подноготную. А сколько сейчас развелось таких мошенников в Ютубе. Ой, там такие песни женщинам поют. Что, ой, я тебе, у меня я миллионер. У меня ребёнок есть. Он учится в Великобритании. Ему 14 лет, он без мамы живёт. А я вот это застрял в Сирии. И документы мои где-то там застряли. Я не могу их получить. Вот пришли мне денег. Я отдам, получу деньги с миллионами своими. Приеду за тобой. Мы поженимся, заберём ребёнка и будем жить счастливо. Слово в слово вам рассказываю. Я не придумала тут ни громулечку. Даже то, что в Великобритании учится сын. Если вам такие письма пишут, пожалуйста, возьмите, напишите на передачу «Гадание на 5к». Или возьмите мне смс-очку, напишите. Ну, проверьте вы таких мошенников. Ну, что ж вы последнюю свою копейку, которую сберегали, отдаёте лихим людям, которые знать не знаете, видеть не видели. Я говорю, вы его видели по видео? Нет. А как не видел? Он говорит, связь плохая. Слушайте, ну нельзя в наше время быть такому доверчивым. Поэтому этот заговор вот для вас всех, чтобы вы никому не доверяли. Нельзя так говорить. Может, это против каких-то правил. Может, кому-то можно доверять, но столько, сколько я гадостей слышу. Вы же понимаете, ко мне с чем идут. С горем. Горе случилось, пришли к Разумовской. И ты начинаешь думать, как утешить человека, что делать в таком случае, когда она уже отдала деньги. Когда у этих денег уже след простыл. Продают квартиры, отдают деньги. Продают дома, отдают деньги. Внук дал на хранение бабушке, чтобы квартиру себе купить. Те отдала. Вы можете себе представить? С такие страсти. Поэтому для того, чтобы никогда, никакой лихой человек вас не обманул. Никогда ничего не обдурил вас, а деньги шли к вам, к деньгам, чтобы они не боялись к вам идти. Потому что, зная ваш характер, что вы такая доверчивая, они не хотят к вам идти. Они обходят вас стороною. Так вы вот почитаете этот заговор от лихих людей, чтобы ваши денежки. Говорили, ой, какая умненькая, благоразумненькая. Конечно, я к ней приду. Почему не прийти? Она не будет отдавать никакому человеку свои копеечки, которые собирала годами. Она знает, как нужно жить. Вот для этого этот заговор просто одни доброжелатели. А все мошенники, которые вы встречаете в жизни на своём пути, вот это и есть недоброжелатели. Если у вас лежит какая-то копейка на чёрный день, то лучше прочитайте этот заговор, чем у вас эти деньги выманят. Лучше прочитайте, чтобы этот недоброжелатель не подходил к вам на пушечный выстрел. Так, этот заговор нужно прочитать ровно в полночь. Я люблю работы, которые делаются в полночь. Мы с вами на Новый год делали специальные заговоры, чтобы они сбывались. И очень часто эти заговоры сбываются, потому что переход одного дня к другому. И нужно уловить этот момент минута. Минута или три минуты, за которые ты прочитаешь этот заговор, вы его перепишите на листочек и читайте быстро. Полночь не спится, переживаете. Можно таким образом даже возвращать свои деньги. Если вы будете этот заговор читать, вот не спится. А не спится, понятное дело. Обдурили, деньги выманили. Естественно, спаться не будет. Значит, двенадцать часов, только пик-пик-пик двенадцать. Вы говорите, спаси Господи и помилуй меня. Своё имя говорите. От сердца лукавого, человека злого, лихого, от его думок и дел. Двенадцати, одиннадцати, десяти, девяти, восьми, семи, шести, пяти, четырёх, трёх, двух, одного и ни одного. Всё, что он задумает, замыслит, всё пусть прахом пойдёт. И от меня имя своё говорите. Его зло навсегда отойдёт. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Вот эти слова не будут давать покоя тому человеку, которому вы дали деньги. Они не будут ему давать покоя, потому что вы, понятное дело, обращаетесь к Спасителю и перечисляете все вот эти вот его доспехи. И таким образом вы перечисляете цифры, часы. И вот он приближается, 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 приближается. Его подтягивают, подтягивают к вам. И пусть попробуют не отдать ваши денежки. И этот заговор можно читать даже вот, чтобы этот человек никогда вообще на вашем пути не встретился. Ни родные вас не обманули, ни двоюродные не обманули, ни подруги, никто. Это, скорее всего, для того, чтобы вас не обманули. Но а если обманули, чтобы вернули до копеечки. Вы слышали заговор, какой сильный? Вы ведете отчет. Только нужно так жестко говорить. Давайте еще раз вам прочитаю. «Спаси Господи и помилуй меня, имя, от сердца лукавого, человека злого, лихого, от его думок и дел. Двенадцати, одиннадцати, десяти, девяти, восьми, семь, шести, пяти, четырех, трех, двух, одного, ни одного». Вы как отсчет времени в обратную сторону делаете. И все должно вернуться на свои места. Вот те деньги, которые пошли у вас, они должны к вам же и прийти. «Все, что он задумает, замыслит, все пусть прахом пойдет. И от меня имя свое говорите, его зло навсегда отойдет». Видите, какие замечательные слова. Вот те деньги, которые у вас хранятся, вот это тоже над ними надо такое сказать. Чтобы никакой злопыхатель, вот то, что надумает, чтобы вас не обманули, чтобы вас, ну как в народе говорят, не развели. Время сейчас такое тяжёлое, каждый старается что-то сделать, какую-то гадость, видя, что человек уже взрослый, жалостливый. Нас так воспитали быть жалостливыми, душевными. Они, ну если вы знаете, да, и я такая, и вы такие. И поэтому очень часто женщины в таком возрасте попадаются на этих мошенников. И вот что делать? И потом такое горе. Знаете, наверное, они не так за деньги даже переживают. Они переживают за то, что я вот такая бестолковая, как я могла это сделать? Вот чувство того, что тебя унизили, за твою доброту тебя оплевали, понимаете? Вот это покоя не даёт. То берите и читайте. Берите и читайте, чтобы этот человек перекидывал, перекручивал и руки-ноги ему, чтобы выкручивал. Вот я, ну, злая сегодня, потому что вчера мне женщина звонила и вот рассказывала эту историю. Я не знаю, я не знаю, что бы я им делала. Мне в полиции работать нельзя. У меня все были расстрелы. Я думаю, что так, наверное, бы было. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Молодых обманывает, тоже девчонок. Рассказ мне такой, вот, цыганка встретила девочке, 15 лет. Идёт по проспекту, цыганка подходит и говорит, а ты знаешь, что твоя мама может умереть? Она как, что-то она умрёт, она здоровая. Она говорит, да, твоя мама умрёт. У тебя деньги есть. Они только однокомнатную квартиру продали, хорошие доллары у них лежали. Девочка знала, где. Она говорит, неси сюда деньги, нужно откупиться. Девчонка пошла, принесла. Она ей дала палочку и говорит, придёшь домой, палочку поломаешь. И мама не умрёт. Та пришла, палочку поломала и только с себя тогда пришла, что она натворила. Приходит мама, где деньги? Поначалу, понятно, не поверили. Ко мне пришли, с девчонкой пришли. Та плачет, а мама думает, наверное, взяла куда-то, кому-то вынесла. Знаете, подозревает своего ребёнка, кто его знает. Деньги большие. Для простых людей это огромный день. И в результате, да, эта цыганка, мы смотрели, и маме я показывала, и рассказывала, что, да, эта цыганка выманила. Так, и вот что ей с ней? Что ей говорить? Вы же понимаете, как детей учить? Учите лучше эти слова. Потому что, знаете, вот вроде сегодня, знаешь, а завтра жалко. Ну, воспитали так, воспитание у нас такое. Так и вы, мальчики, девочки. Есть там какая копейка за душу? В банке, там где бы она ни лежала. Чтобы не в банке, чтобы нигде не пропало, чтобы оно сохранилось. А если обманули вас, тоже можно читать. Видите, счёт в обратную сторону идут. Чтобы его просто там вот выкручивало того, кто вас обманул. Потому что я больше всего в жизни не люблю вот обманы. Когда человека, который прошёл тяжёлую жизнь и одиноким был, и тут обманывают до такой степени, вынять душу, я не знаю, наверное, Господь-то накажет, конечно, но хочется увидеть это наказание прямо сегодня и прямо сейчас. Сейчас прощаюсь с вами, дорогие мои. Спасибо за лайки, спасибо за всё. На сегодня гадания не будет, потому что завтра, не забывайте, праздник, Вознесение, и у меня много работы. Это будет и откуп на здоровье, по здоровью, от болезней будем откупаться. Потом будем замуж просить выходить. А потом будем ещё печь лесенку Вознесения, чтобы подняться над людьми. Поднялся над людьми и мозги просветлили. Уже не пойдёшь отдавать своё кровное. А будешь видеть, что тебя обманывают. Лесенку Вознесения приучитесь печь каждый год. Как вы празднуете Воскресение Христово, так точно празднуете Вознесение. Пришёл к нам Иисус 40 дней, побыл с нами, посмотрел, чем мы тут делаем. И пошёл к себе в небесную канцелярию. Поэтому, дорогие мои, запоминайте. Напишу обязательно. Прямо сегодня, потому что душу рвёт. После этих рассказов, которые мне вчера рассказали, меня просто разрывает. Думаю, ну как так? Ну почему им наказание такого не придумают? Чтобы я не знаю, что им делали. Не то, что в тюрьму садили, а внуки какие-то. Чтобы до него дошло, что что ты делаешь? Кого ты обижаешь? Женщину, которая всю жизнь... Муж умер, молодой ещё была. Всю жизнь прожила. Сына вырастила. Сын ушёл, женился. Сама бедненькая. Ни любви, ничего не было. Пахала всю жизнь. И тут пришло какое-то, извините меня, и последнее отдала. Ну вот как так может быть? Да, сегодня мы борец за справедливость. Поэтому завтра настраивайтесь. Не пропустите. Не пропустите завтрашний день, потому что следующий год долго ждать. Откупаемся в 12 часов от болезней. Потом идёт 2 часа замужества, а потом уже в 15.00 лесенка вознесения. Вознесёмся вместе над людьми. Всё у нас будет окей? До скорой встречи. До завтрашнего дня. Переживём всё. Мы сильные и крепкие. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...